Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя начальника дела контроля органов власти Московского областного УФАС России Кирилл Владимирович Иванюженко. Здравствуйте, Кирилл Владимирович! Здравствуйте! А, собственно, тема нашей программы – проблемные вопросы распоряжения земельными участками. Давайте сегодня обсудим, с чем чаще всего обращаются к вам жители. Чаще всего, конечно, когда вы хотите получить земельный участок. То есть это либо до процедуры торгов, потому что, чтобы получить земельный участок, ты тоже должен пройти ряд процедур, которые либо, соответственно, приведут тебя к желаемому, либо скажут – проводите все это публично. Либо уже непосредственно в процессе процедуры торгов, когда вас отклоняют, когда вы читаете извещение и не понимаете вообще, что там написано. Ну, потому что нет, например, кадастрового номера. Ну, это, конечно, абсурд. Там нет, не знаю, сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технологического обеспечения. Либо когда уже с вами не заключают договор. На самом деле процедур море. Если разбирать их пошагово и говорить с точки зрения жителей, то не все, что интересно жителям, будет интересно антимонопольной службе. Это тоже надо понимать. Есть ряд процедур, которые мы, к сожалению, рассмотреть не можем. А вот какие? Давайте вот сразу их хочется оговорить. Ну, чтобы просто и жители попусту не тратили ни свое время, ни ваше, а действительно обращались с тем, чем будет найден отклик и будет решена проблема. То есть, вы наверняка сказали, что не всем вы можете заняться. Не всем. И этому есть определенные причины, определенный регламент. Да. Прежде всего, наверное, самое основное, с чем к нам обращаются, просят рассмотреть жалобы на процедуру предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Ну, грубо говоря, огородничества. Надо понимать, что личное подсобное хозяйство, это прямо в законе написано, форма непредпринимательской деятельности граждан. Если это не касается предпринимательства, все антимонопольные службы здесь ничем не поможет. За одним единственным исключением. Если этот земельный участок уже ушел на торги и публично пытаются его предоставить. Вот тогда, в рамках короткой процедуры, которая не касается вопросов, связанных с ограничением конкуренции, связанных там с какими-то коммерческими интересами, не обращает внимания предпринимательский земельный участок, непредпринимательский, коммерческий интерес, некоммерческий. Вот там мы этому рассмотреть можем. Но это вот то редкое исключение, и, как правило, для личного подсобного хозяйства земельные участки очень редко торгуются на территории Московской области. И этому тоже есть объяснение, потому что они, как правило, предоставляются без проведения торгов. Все очень просто. Житель обращается в администрацию и говорит, вот, земельный участок, прошу мне вам его предварительно сформировать и предоставить для ведения личного подсобного хозяйства. Соответственно, администрация собирает комплект документов, опубликовывает это все публично на сайте торги.gov.ru, говорит, кто-нибудь еще хочет. Личное подсобное хозяйство, оно не настолько интересно, поэтому, как правило, заявок еще не бывает. А если заявок нет, ну, чего проводить торги? Ну, по закону так. Так, абсолютно разумный, грамотный, на самом деле, ход. Публично ты посмотрел, прикинул, да, ну, там, 6 соток, где-то вот там, в Немчиновке, ну, где-то там, рядом с Рублевочкой, ну, неинтересно даже. Вот. И получил этот земельный участок себе. А если что-то глобальное, то здесь, конечно, не получается так быстро. Ну, что-то глобальное, это что? Для строительства торгового центра, например. Для жилищного строительства. Ну, там вообще без вариантов, там только торги для жилищного строительства. Вот. И это все уходит на процедуру проведения торгов. И вот там уже, как правило, возможно нарушение. Мы, соответственно, выезжаем, смотрим деятельность, там, администрации в целом. И в целом ее проверяем. Там земельные участки, квартирные дома, там, не знаю, приватизация, там, предоставление в аренду. Вообще все-все-все-все. И вот там, да, в рамках, там, вот этих проверочных мероприятий берется промежуток достаточно большой. Два-три года. И просто смотрят все торги. А есть рейтинг антилидеров муниципалитетов? Нет. Нет на самом деле рейтинга. Если говорить про Одинцовский муниципальный район, либо Одинцовский городской округ. Я в прошлый раз к вам приходил, не то чтобы хвастался, но восхищался. Мне всегда нравилось, что здесь нету такого отношения, что если есть нарушение, значит, его нельзя поправить, и это плохо. Многоквартирные дома, когда вот эта вся история началась, вы проторговали там, по-моему, за полтора-два года просто вообще все. Вот. А с земельными участками я не помню, что Бодинцовский район часто фигурировал. В лидерах, не в лидерах, не важно. Ну, то есть, вот, есть, конечно, муниципальные образования, которые так или иначе западают. Но, в целом, работа ведется правильно, то есть, по нашему округу количество жалоб возрастает, уменьшается. Вот как дело с этим обстоит? Все-таки мы находимся в Одинцовском округе, да, и хотелось бы, ну, вот, как-то тоже этому уделить внимание. По сравнению с иными муниципальными образованиями, конечно, у вас не со всеми, не со всеми, да, прямо скажем. Ну, у вас ситуация абсолютно адекватная, нормальная и, скажем так, не требующая каких-то срочных мер. Потому что, опять же, как бывает, да, есть какая-то проблема, которая назревает, и мы решаем ее комплексно. В свое время была проблема с изменением вида разрешенного использования земельных участков. Где-то, наверное, году в 2013-м она впервые появилась, в 2012-м где-то появилась она на территории, по-моему, городского округа Химки первоначально. Суть простая. То есть, вы берете по упрощенной процедуре земельный участок, например, ну, самый эксклюзивный такой пример, который попадался на практике для хранения песчаной смеси, ну, которую посыпают дороги зимой, чтобы машины не скользили. Ну, соответственно, публично у всех спрашиваете, а нужен кому-то участок 7 гектаров для хранения песчаной смеси? Нам говорят, зачем он мне нужен для хранения песчаной смеси? Заявок нету, вам его предоставляют в аренду, ждут 3 года, срок исковой давности, а потом по процедуре, которая действительно законом предусмотрена, там, меняют вид разрешенного использования. Ну, самое злостное, что мы встречали, это для жилищного строительства. Ну, представляете, да, то есть у вас есть там участок здоровый, вы хотите говорить, что будете хранить там песчаную смесь? Коммерческая выгода вообще никакая, ну, просто никакой. А потом, опа, эти 7 гектаров отходят вам по строительству жилья. Ну, представляете, да, вот профит. Вот этот схематоз мы начали убивать потихонечку. Причем нам было абсолютно все равно с точки зрения доказывания, на что меняют. Вот, то есть если с жилищкой было чуть проще, там просто предусмотрены торги, и мы сразу в суде, там, например, когда оспаривались наши решения, говорили, ребята, это схематоз. Вот, и суд это воспринимал. А когда стали менять, скажем, на строительство торгового центра и говорить, ну, процедуры же возможно соблюсти без проведения торгов, в том числе и для строительства торгового центра, мы говорим, да, ну, там-то вы соблюдали процедуру совсем под другое, вот, и на этом тоже строили. Насколько оперативно вы реагируете, насколько оперативно можете вот устранить то или иное нарушение? То есть после поступления к вам обращения? Сейчас быстрее, не то, чтобы мы быстрее стали работать, сейчас оно возможно законом устраняться быстрее. Почему? Потому что раньше, чтобы устранить нарушение, мы должны пройти, были процедуру, которая могла доходить до года, ну, то есть три месяца рассмотрения заявления, и до девяти месяцев мы рассматриваем дело, по итогам которого говорим, нарушение и не нарушение. Если еще приплюсовать сроки обжалования, ну, там, полтора-два года, в принципе, могло растянуться. Не потому что мы плохие, вот, когда мы набиваем эту практику, мы выходим уже там в прокуратуру области, например, с изменением вида разрешенного использования, мы с прокуратурой области отлично отработали, они разослали циркуляр, и нам просто все городские прокуратуры эту информацию скинули. И я, в общем-то, уже давно не встречал заявлений о нарушении при изменении вида разрешенного использования земельных участков. То есть можно сказать, что вот это было долго. То есть пробовали, пресекли, больше прецедентов нет? Не встречал заявлений. Я не уверен, что их нет. Наверняка кто-то где-то так делает. Но лучше не стоит. Вот если говорить о нарушениях, что грозит нарушителям, которые, ну, собственно, умышленно идут на какие-то... Давайте тогда еще на один вопрос назад. Давайте. Почему? Про сроки. А сейчас появилась возможность выдавать предупреждение. Ну, чтобы вы понимали, это 15-я статья. То есть, ну, просто, скажем так, орган власти не доглядел. Мы говорим, это может привести к ограничению конкуренции. Почему? Там описываем почему. И говорим, как, по нашему мнению, это возможно исправить. Соответственно, если орган власти нас слушает, там максимальный срок на исполнение предупреждения. Ну, если говорить об изменении вида разрешенного использования, ну, наверное, месяц мы можем дать. Вот. Если в течение месяца исправляют, отменяют акт, изымают земельный участок использования. То есть, ну, на самом деле, это некая муниципальная преференция, преимущество, да? Там, может быть, они просто деньгами берут, ну, в смысле, в бюджет. То есть, муниципальная преференция, она в натуральном виде может быть исчислена, земельный участок. А может быть исчислена, как некая дельта между, там, правом пользования для хранения песчаной смеси и, там, не знаю, жилищным строительством. И когда эту дельту считают и пытаются перечислить бюджет муниципального образования, ну, иной раз у нас были случаи, когда земельные участки просто возвращали в бюджет. Говорили, все, забирайте, мы не хотим на этих условиях. Ну, потому что они понимают разницу, профита никакого. Вот. Это же цель, вот она. То есть, вы косякнули, ну, вот у нас была простая цель, сделать этот косяк невыгодным. Ну, понятно же, что эта схема направлена на извлечение прибыли. Все, мы ее, как бы, сделали невыгодной, кому она теперь нужна? Да. И, в принципе, сейчас вот эти реагирования, ну, месяц, полтора-два, это если исполняют. Если не исполняют, конечно, да, запускается длинная процедура. Это большая разница. Существенная. Причем это видно, это очевидно. И, что самое интересное, органы власти не привлекаются к административной ответственности, если исполняют предупреждение. А касаясь того, что грозит за нарушение, если все-таки вы не исполняете предупреждение, мы рассматриваем дело, выдаем предписание, то там возможны варианты. Ну, первое, если это простая 15-я статья, соответственно, это 15 тысяч штрафов на должностное лицо. Вроде смешно. Вот. А со второго раза уже дисквалификация. И примеры уже есть. Причем они тянутся, там, года с 2015-го. Ряд должностных лиц, они вот были дисквалифицированы не за 14-9 в Московской области, там, за более существенные нарушения. Ну, вообще, как бы, вот такая мера предусмотрена. На территории Российской Федерации прецеденты есть. Если вы не исполняете предписание, ну, вот антимонопольный орган выдал там решение свое, сказал это нарушение, выдал предписание, сказал, как его поправить. Пошли его обжаловали. Суды сказали правильно, все хорошо. После чего там предписание все равно не исполняется. Там 100 тысяч штрафа на юридическое лицо. От 100 тысяч, давайте так скажем, до 200. И от 8 тысяч на должностное, либо дисквалификации, но уже с первого раза. И, в принципе, в Дубне мы пытались это провести. Получилось, но мы особо суд обратно вернул. Вот. Поэтому, ну, это я говорю специально, чтобы те, кто нас вышит из должностных лиц, они понимали, что у нас нету цели лишить всех работы, но и за какие-то нарушения, по нашему мнению, существенные, мы не стесняемся направлять материалы в суд. Вот. А если касаться сговора по земельным участкам, например, есть же прецеденты, тоже очень интересные, когда земельный участок дают в объеме большим, чем необходим для эксплуатации здания, строения, сооружения. Надо понимать, что до внесения изменений в земельный кодекс была возможность построить что-то на земельном участке и взять его в собственность. Как это выглядело в реальности? Берется земельный участок, ну, в форме, например, стола, по периметру ставится забор и будка охраны. Капитальная, с фундаментом, метр на метр. И выкупается. Ну, потому что здание стоит, норма есть, что если ты 100 собственных здания, строения, сооружения, ты вправе его выкупить, и все, и выкупали. Ну, понимаете, да, процент? Вот. Ну, вот здесь вот будочка стоит. Ну, все, ничего там. Мы эту схему тоже начали рассматривать как некие согласованные действия органа власти и хозяйствующего субъекта. Почему? Потому что орган власти игнорировал норму земельного кодекса о том, что прежде чем отдать земельный участок, ты должен понять, а весь ли он необходим. Вот. И в какой-то момент, когда это заходило слишком далеко, например, строили торговый центр в той же самой Дубне на части земельного участка, а другую часть земельного участка изначально планировали под многоквартирный дом. И когда торговый центр построили, когда выкупили земельный участок, они его тут же разрезали на два, на одном остался торговый центр, а на другом по градплану должен был появиться многоквартирный дом. И мы сказали, что это схематоз. Этот схематоз не просто там связан с тем, что орган власти что-то не доглядел, а он связан с тем, что орган власти изначально знал, что там будет многоквартирный дом. Ну, градплан все-таки он составляется с участием органа власти. И выдали предписание все это вернуть. Вот ту часть. Ну, понятно, мы не будем говорить, что там разрушьте построенное здание. Окей, оставьте это, вы его выкупили. Не вопрос. Но та часть, которая вам не нужна, верните ее, соответственно, муниципальному образованию. Будет там многоквартирный дом? Окей. Ну, пожалуйста, публично. Нас не поддержала ни одна инстанция, кроме Верховного суда, на самом деле. То есть мы долго с этим боролись. Вот. И на основании вот этого решения Верховного суда мы сформировали некую новую практику, которая теперь активно применяется, в том числе, там, другими территориальными органами. И достаточно интенсивно эту практику пропиарили. Вот. И теперь, несмотря на то, что в земельном кодексе норму, ну, вот даже не боюсь об этом сказать, о том, что при предоставлении земельного участка в собственность, собственнику здания строения, сооружения, вы должны понять, а нужна ли она ему, вот, эта земля в полном объеме, ее убрали. Ну, просто когда вычеркивали земельном кодексе, там, норму за нормой, при его изменении, видимо, вот она вот как-то попала и в глаза не бросилась, но вы не сделали. Суды все равно ссылаются на то наше решение Верховного суда и говорят, что даже, несмотря на то, что этой нормы нету, там, никто не отменял принципы земельного законодательства, никто не отменял, соответственно, все остальное, руководствуйтесь все равно. Поэтому вот не боюсь сказать, если кто-то вот будет так делать, ну, значит, еще раз квалифицируем сговор. А за сговор там уже оборотный штраф и там дисквалификация, а в отдельных случаях на самом деле органы правопорядка рассмотрят и уголовные дела. То есть тоже прецеденты есть. Схем, одну закрываешь, новое придумают, вот, а там какие-то простые вещи, ну, типа паспорт или там еще чего-то, ну, они решаются, вот, практика набивается, ты публично это доносишь до тех людей, которые вправе это как-то поменять, ну, и все, они меняют. Вот абсолютно человеческое взаимодействие, что с заявителями, да, которые вправе прийти к нам на прием, прийти на публичное обсуждение, так и, в общем-то, с органами власти. Это не та проблема, которая там, скажем, имеет несколько подходов, то есть всем все понятно, то есть, ну, не сложно же написать документацию, снимите копии всех страниц паспорта. Не сложно, все, ну, вот оно так и работает, там такие же люди сидят. Если, возвращаясь к земельному участку, вот, если все-таки предоставлен без торгов земельный участок, то обязательно ли это сразу нарушение? Нет, это не всегда нарушение, земельный участок без проведения торгов может быть предоставлен, он может быть предоставлен не только, скажем так, для целей, не связанных с проведением каких-то коммерческих дальнейших действий, вот, так, в общем-то, и по исключениям установленным земельным кодексом, ну, например, там, самый простой случай. Когда-то давным-давно вы взяли земельный участок и начали на нем что-то строить, а потом вдруг не достроили. Ну, у нас же что ни год, то кризис. Вот, и вы понимаете, что вы в эти сроки не укладываетесь абсолютно. Приходите в администрацию, честно рассказываете, я зарегистрировал объект незавершенного строительства. Ну, то есть, это не просто что-то там стоит, залитое бетоном, да, вот там у меня техдокументация, вот у меня проект, вот у меня зарегистрированное право на объект незавершенного строительства. Прошу вас дать мне однократную возможность там продлить договор аренды, предоставить без проведения торгов фактически, да, и достроить здание. Ну, этим не надо загоупотреблять. У нас, по-моему, на территории городского округа Ступина что-то очень похожее было, но там единственный момент был, они, во-первых, сделали это несколько раз, а во-вторых, не поставили на учет объект незавершенного строительства. Ну, соответственно, мы понимаем, что там нам рассказывали, что столько денег вложено, там действительно какой-то глобальный проект был, там и все прочее. Ну, как бы, ну, ребят, ну, нету подтверждающих документов, а ваш или вообще это. Вот, там нету, соответственно, и соответствующих оснований правовых. Есть, когда предоставляют земельные участки в аренду, опять же, собственникам здания строения сооружений, без проведения торгов. Не в собственность, а именно в аренду. Ну, кому еще предоставить, в общем-то? Ну, тоже абсолютно логично и понятно. Там есть возможность предоставить предварительного уведомления. Ну, называется по-другому предварительное согласование места размещения объекта. Ну, суть, она очень простая. Вы обращаетесь за земельным участком, говорите, он примерно здесь, примерно такой, может быть, он даже на кадастре уже стоит. Ну, просто вот никому не предоставлен. А можно я там что-нибудь построю, там, дом, еще что-то, не важно. Закидывайте это в администрацию. Администрация что должна сделать? Она должна эти документы принять, рассмотреть и при наличии законных оснований вообще рассматривать заявление на строительство этого объекта на этом земельном участке. Ну, там ряд моментов. Исключения связаны в земельном кодексе. Не все можно дать без торгов. Опять же, материалы разведки до этого земельного участка. Мы же не знаем, может, там, не знаю, нефтепровод какой-нибудь идет, да? Либо кабель связи, там вообще ничего строить нельзя. Люди публично вывешивают это на сайте торги.gov.ru. Это висит там срок 30 дней. Если никто не обращается, welcome. Все, получайте земельный участок без проведения торгов. Ну, это вот то, с чего я начинал. Как правило, этим пользуются для личного подсобного хозяйства. А сейчас я не могу не пропиарить тоже очень интересную тему. Ну, уж позвольте. Конечно, Кирилл Владимирович. Затем вы, собственно, и в студии сегодня у нас. Вы рассказываете о том, что в вашей работе появляется новое и интересное. Это не в нашей работе. Мы пытаемся настроить максимально комфортную среду для развития бизнеса в Московской области. Почему это важно? Земельный кодекс содержит возможность торговать земельные участки для коммерческого использования в электронной форме. Электронная форма позволяет избежать общения с организатором возможностей. Ну, никого же тоже не секрет. Всякое бывает. Там листочек потеряется из заявки, заявка отклоняется. И недавно, опять же, с правительством Московской области мы приняли решение по итогам совещания, что мы будем запускать это, не дожидаясь специального федерального закона. Вот, и коллеги подготовили площадку, и сейчас, вот, насколько мне известно, второй и третий квартал, все торги земельных участков для коммерческого использования проводятся в электронной форме. Это большое достижение, на самом деле, и большое достижение, что это было позитивно воспринято теми людьми, которые в этом участвуют. Потому что не всегда это понятно, да, могут начаться, скажем, а вот если бабушка хочет участвовать, у нее же даже телефона нет, какая ЦП, да, но надо понимать, что это для бизнеса. Там не идет все-таки вопрос о бабушках, там, пенсионерах и прочем, там идет все-таки несколько иные взаимоотношения, в том числе бизнеса и власти. И там люди понимают, что такое электронно-цифровая подпись, люди понимают, как это проходит. Вот, поэтому это очень позитивно и всегда приятно встречать поддержку со стороны тех лиц, которые вправе принимать соответствующие решения, там, например, правительство Московской области. Спасибо, Кирилл Владимирович, за содержательное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Кирилл Владимирович, за содержательное интервью. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!